мы с вами продолжаем разбирать наш курс и сейчас нам необходимо установить наш linux-сервер мы будем устанавливать ubuntu-сервер установили мы программу virtualbox вот она здесь выбираем файл точнее машина создать создаем новую виртуальную машину то есть наш linux-сервер мы будем устанавливать в виде виртуальной машины так называемой внутри программы virtualbox здесь папка где будет располагаться жесткий диск нашей виртуальной машины здесь тип у нас это linux и пусть будет oracle 4 бита давайте выберем ubuntu 4 бита имя назовем нашу машину первую у нас и будет несколько сразу скажу ubuntu-сервер 22 так ubuntu-сервер 22 давайте даже делаю вот так ubuntu-сервер вообще вопрос именования машин это отдельный достаточно сложный вопрос так то есть у нас операционная система будет ubuntu-сервер 22 и вот это наша первая виртуальная машина она будет являться главным ее называем сервер нажимаем далее объем оперативной памяти ну 1 гигабайт это маловато давайте я сделаю 2048 жмем далее но виртуальный диск создается на 10 гигабайт хорошо 10 гигабайт ну думаю нам этого хватит нажимаем далее динамический виртуальный диск далее здесь указывается папка где будет храниться наш диск то есть virtualbox не будет сразу брать 10 гигабайт он будет резервировать место внутри вот этого файла вот по этой локации по мере того как мы будем использовать этот жесткий диск отмечу что при желании вы можете разместить виртуальный диск вашего сервера в любом другом месте нажимаете вот сюда и выбираете источник так но я оставляю все по умолчанию нажимаю создать и так у меня появилась заготовка для моей виртуальной машины дальше захожу в настройки здесь есть разные параметры которые можем поменять я пока изменю только лишь вот эту вкладку носители а тут еще есть вкладка сеть по умолчанию здесь стоит так называемая на трансляция что это я думаю я позже еще прокомментирую вот мы оставляем пока на трансляцию главный плюс такого режима что наш линук сервер он будет всегда у нас подключен к интернету будет использовать интернет наши windows машины вот но потом повторюсь мы эту вещь поменяем так пока оставляем все по умолчанию так вкладка носители здесь щелкаем сюда выбираем сиди привод точнее образ нажимаем сюда выбрать файл диска и дальше нам нужно указать iso файл из которого будем делать установку у меня на рабочем столе есть папка дистрибутивы вот она туда я скопировал скачаны из официального сайта iso образ вот он здесь есть открываем открыть потом появился ok и все то есть только лишь нам надо носить или указать и все нажимаем запустить идет процесс запуска установщика нашего сервера здесь предлагает выбрать ну выбираем первый пункт установка убунту сервера процесс насколько быстро пройдет установка зависит от скорости работы во вашего жесткого диска к сожалению диск с которым я сейчас работаю это не ссд шный саташный поэтому у меня будет какое-то время у меня займет если у вас диска ссд шный у вас установка пройдет гораздо быстрее так ну я сейчас покажу только лишь подготовительную этап то есть мы на видео весь процесс ждать не будет слишком долго то получится так идет ubuntu 2204 идет подготовка всего необходимого так выбираем давайте язык русский layout давайте тоже выберем русский чтобы в дальнейшем мы нормально могли печатать на русском языке так и коломали рашин прошу все нажимаем готово спрашивает про переключение оставляем по умолчанию просто нажимаем enter все говорит что предлагает нам установить хорошо пусть установит дальше он связывается с нашей сетью стоит режим на трансляции а пешник будет вот тот который здесь сейчас показан 10.0 . 2 . 15 прокси-сервер я прокси-сервер не указываю вот вы даже если вы используете прокси-сервер можете здесь ничего не указать вот при необходимости это можно все указывать дальнейшем так сайт официальной для скачки обновлений всего прочего здесь мы ничего не меняем просто нажимаем next 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 enter enter это дальше вот здесь клавиши вниз перемещаемся сюда вниз и выбираем готово то есть пусть он создаст разметку жесткого диска по умолчанию все как ему требуется все он нам показывает какие будут разделы то есть главный раздел ну на самом верху я не могу здесь мышкой показать мышка здесь исчезает да в общем где-то вот здесь вот да это слэш 82 гигабайта и еще установщик создает раздел слэш бут это специальный раздел для загрузки операционной системы в общем оставляем все здесь по умолчанию ничего нам требовать менять здесь не требуется просто нажимаем готово дальше спрашивают уверены да уверены теперь имя задаем имя пользователя я задаю мере нет ренат меня зев у вас свое вот здесь имя сервера это будет ваш так называемый хостный назову убунту 22 сервер можете назвать по-другому то фамилию например вашу использовать либо еще как так имя пользователя и над пароль 123 пароль и дальнейшем всегда их можете поменять поэтому вначале можете просто использовать потом его сюда можно изменить итак имя пользователя над это будет мой логин и пароль я себе поставил 123 сетевое имя хостные мои машины будет убунту 22 сервер почему делаю такое имя потому что дальше я еще 2 2 linux сервера установлю до для организации небольшого кластера и там я дам имена убунту 22 нот 1 и убунту 22 нот 2 так что чтобы машины как-то друг от друга отличать я вот такое именование использую старюсь вы можете назвать как хотите вот здесь вы здесь важный пункт пробелом ставим галку установить open ssh сервер все он будет установлен нажимаем готово дальше дальше установщик предлагает нам какую-то готовую сборку использовать нам ничего этого не потребуется все что надо мы будем устанавливать сами в дальнейшем нажимаем просто готово и сейчас у нас пошел процесс установки нашей операционной системы сложно сказать сколько займет но может минут 15 плюс-минус да то есть повторюсь все вот зависит от скорости работы вашего жесткого диска хорошо сейчас надо просто подождать итак установка у меня завершилась когда она полностью завершилась то внизу вот он как вы видите пишет перезагрузить сейчас так выбираем клавиши вниз перезагрузить сейчас и нажимаем enter все свежеустановленная операционная система сейчас у меня загружается да вот тут он говорит пишет сейчас файлы потому что у меня там остался мой iso образ подключенный просто нажимаю enter и установка идет дальше вот а так надо просто отключить iso файл тогда он не будет здесь ничего спрашивать так установили мы с вами ubuntu сервер 22 последняя версия у него не будет графического интерфейса это именно серверная версия есть ubuntu десктопные версии у них там свои как бы нумерации 22.10 там и так далее у них графический интерфейс есть а вот у серверные графического интерфейса нету далее при загрузке вылетают какие-то вот здесь сейчас сообщение по поводу саша и так далее ну можно на это все сейчас внимание обращать просто нажимаем там что enter несколько раз и так далее все что мы видим мы видим сейчас окно приглашение для ввода логина то есть пишет имя нашей машины ubuntu 22 сервер и дальше логин я указывал один ренат далее ввожу пароль 123 обратите внимание звездочек здесь нету это нормально все ввели пароль и я оказался в консоли моего сервера то есть графического интерфейса здесь нету операционной системы только лишь консоль в которой я и буду работать что мы здесь сделаем с вами во первых мне сейчас неплохо бы посмотреть хотя бы мой айпи адрес для этого есть такая команда и в конфиг и систему ругается что я горит не знаю такой команды но она предлагает установить необходимую программу а необходима программа это на tools значит linux сервер он все что надо скачивает сам с интернета это его огромный плюс по поводу еще и приглашение команды строки тоже забыл и прокомментировать да ну здесь маленький шрифт мы чуть позже подключимся через эту программу пути я сделаю там нормальный большой шрифт и мы уже вот с этим окном virtualbox работать не будем всю всю работу будем делать через пути в дальнейшем но пока надо нам здесь некоторую подготовку сделать так вот надо будет нам некоторые программы здесь поставить да и приглашение команды строки вначале пишет ренат это имя моего пользователя дальше идет значок собачка и потом сетевой имя моей машины убунду 22 сервер дальше двоеточие указан каталог я сейчас нахожусь вот эта волнистая линия называется тильдой указывать что я в своем домашнем каталоге и значок доллара это так называемое приглашение команды статьи можно здесь выбивать сейчас различные команды частности есть вот такая команда судо апт стал пус судо претис говорит что я даю эту команду от имени супер пользователя от имени администратора апт это утилита для установки нового софта вот ну она может много ставить софту и удалять софт мы хотим новую программу поставить поэтому пишем через пробел install и через пробел а название программы которые мы хотим скачать и установить мы хотим поставить программу точнее набор программ на tools нажимаем enter просят ввести пароль то есть вот этот наш пользователь которую мы создали в самом начале он входит по умолчанию число главных администраторов это говорит о том что он может давать команду судо и может делать системные действия в частности вот программы новые устанавливать так видим пароль 123 и сейчас установщик он сам подключается к интернету если это требуется да и скачивает устанавливает необходимые программы я скачал программы ну это дело в том что это не одна программа это набор программ под названием на туз это набор утилит для работы с сетью там помимо прочего есть вот такая команда и в конфиг и фаслову интерфейс поставил показывает эта команда настройки моей сети что я здесь вижу я вижу здесь нп 0s 3 и так называемый мой сетевой интерфейс главный раньше там до 18 версии назывались это х 0 это х 1 слова ethernet а вот начиная с 20 версии поменяли название сейчас называется нп 0 нп 1 и так далее вот и еще ниже еще одна вот этого это луба так ну ладно эти вещи я наверное подробнее прокомментирую позже главное что нас сейчас интересует это мой ip-адрес здесь я вижу 10 не могу да к сожалению мышкой показать вот где-то вот на этом примерно уровне да здесь вам видно там идет мой айпи адрес это 10 0 2 15 это как раз айпи адрес уровня нато то есть говорит о том что сейчас мой сервер он в режиме на трансляции это означает что через правом пути я к нему сейчас подключиться не могу то есть моя виртуальная машина она мой виртуальный сервер да он сейчас как бы спрятан до внутри этого виртуал бокса от всего внешнего мира это хорошо но в том плане что есть интернет но плохо то что мы не можем никак взаимодействовать по сути с нашим сервер я вверх вниз эта история команд в консоли до установил программу net tools и давайте также еще про поставлю такую программу как в 3 значит просят подтвердить надо нажать y от английского слова с нажимаю y значит в 3 это консольный браузер да то есть он нам понадобится если вы например лабораторные до в рамках нашего курса будет делать внутри к и то вот в 3 нам там нужен консольный браузер чтобы авторизовываться на прокси сервере внутри к и хорошо в целом если вы делаете дом вы можете не ставить но тем не менее в 3 нам все равно понадобится так сразу поставьте программу тоже так ребят что мы сделали мы установили ubuntu сервер дальше мы залогинились в консоль нашего ubuntu сервера и поставили две программы это на туз набор утилит и поставили в 3 команды apat install в 3м это консольный браузер все что мы сделаем далее а далее вы давайте изменим изменим настройки нашей сети так нажимаю вкладку настроить дальше нахожу вкладку сеть и вот тут над я меняю на сетевой мост окей эта настройка она применяется что называется на лету то есть мне сейчас не нужно перезагружать мою виртуальную машину применять все сразу надо подождать буквально там может быть 5 10 секунд теперь как понять что настройка это применилось снова даю команду и в конфиг и что я вижу если внимательно посмотрите то наверное увидите да что вы здесь у меня айпи адрес теперь другой у меня и адрес 192 168 1 . 139 откуда он у меня появился не вдаваясь сильно в детали до в режиме сетевого моста наша виртуальная машина наш виртуальный сервер видит напрямую всю нашу локальную сеть то есть вот машину на которой я сижу давайте я сейчас здесь открою консоль я работаю на windows машине на windows у нас есть вот такая команда айпи конфиг называется да показывает настройки моей сети и вот вижу здесь адаптер ethernet это моя сетевая карта и у моей сетевой карты вот такой айпишник 192 168 1 136 маска 24 бита вот мы шлюз 1.117 это устройство через который я в интернет выхожу так вот когда мы ставим сетевой мост то у нашего linux сервера если в нашей локальной сети есть dash cp сервер в моем случае даже по серверам является роутер через который я выхожу в интернет так вот это dash cp сервер нашему linux серверу назначает айпи адрес из числа свободно ну у меня свободный это вот 1.139 и в целом кроме айпи адреса он ему еще также выдает dns айпи адрес для днс и айпи адрес для основных вот такие дела что это значит для нас это означает что сейчас мой linux сервер он все я его могу рассматривать где по сути полноценного сервера в моей сетевой инфраструктуре то есть у меня грубо говоря появилась еще одна машина еще один компьютер виртуальный правда который находится в моей локальной сети у которого свой уникальный айпи адрес по которому я могу с ним взаимодействовать что я буду делать я буду сейчас подключаться к консоли моего linux сервера давайте открою программу пути вот она мы ее ранее с вами установили имя хоста смотрю какой меня и пишник у меня 192 как 8139 так имя сессии ubuntu 22 сервер назову по имени машины дальше вот здесь кодировку тф-8 но она у нас стоит по умолчанию все нормально и давайте я хочу еще изменить размер но пока давайте оставлю стандартный так все указали пишнет далее имя и нажимаем сейф вот у нас сохранилась подключение к нашему серверу чтобы загрузить сохраненное выбираете его нажимаете лоб в общем чтобы подключиться через пути консоли нашего сервера выбираем наше подключение и нажимаем open запрашивает то что вы доверяете этой машины да мы доверяем нажимаем accept и вот здесь видим приглашение командной строки видим что она очень уж маленькая давайте я злодиничном брюры над пароль 123 вот все я сейчас консоли сервера но работать мягко говоря не очень удобно поэтому давайте я закрываю снова открывая пути и давайте я сейчас здесь поменяю некоторые настройки так размер шрифта давайте я сделал день так 18 дальше цвета background оставляет черный foreground я давайте сделаю белый он там слегка сероватой полностью белый сделаю окей так ну и наверное все вот я поменял некоторые настройки возвращаюсь на вкладку сэшн нажимаю сейф чтобы мои настройки все они сохранились и снова нажимаю open и видим что сейчас как-то ну повеселее как бы да стал работать можно даже наверное еще больше сделать посмотрим как ты ларинат супер я сейчас опять-таки в консоли своего сервера только подключился я уже через вот эту правую путь путь еще раз это консоль или иначе терминал который позволяет вам откуда угодно ну в частности сейчас с моей windows машин до подключаться к консоли вашего сервера и работать консоли вашего сервера все то есть все по сути мне вот это вот окно virtual box больше не понадобится да то есть мы сюда заходим только лишь в самом начале при установке устанавливаем некоторые программки на tools и в 3м узнаем какой у нас айпи адрес и дальше всю работу можем делать уже через путь так замечательно кстати чтобы выйти из сеанса можно брать команду exit вот чтобы нас ну не было как бы открытой консоли если мы здесь в пути наберем exit то у нас программа просто отключится от консоль нашего сервера пути наш закроется давайте даже покажу где все у нас путь закрылся но ничего страшного подключаемся снова нажимаем вот вот наше подключение открыть и снова включаемся консоли при подключении он выводит некоторую общую информацию о том сколько у вас там объем жесткого диска сколько у вас там свободно оперативной памяти и прочее 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 замечательно что мы сделаем с вами далее далее давайте мы с вами настроим нашу сеть руками от еще раз вот наш сервер напомню что мы поставили сетевой мост и после этого у нас даже супа сервер который есть наш локальный сетей дал нам ip-адрес вас кстати он может и отсутствовать тогда вы такого ip-адрес не получится вообще обычном всегда есть так так вот еще раз свою команду и в конфиг эта команда показана строится показывает настройки сети вижу ip-адрес уровня моей локальной сети всей моей в целом до который бы я получил от даже сапа сервера вот он конечно даже это так называемый динамичный ip-адрес я сейчас хочу сеть у себя на линок сервере настроить руками чтобы вот этот ip-адрес у меня был всегда был один и тот же потому что если мы оставим динамический если я буду перезагружать сервер то у меня тайпишник может периодически меняться это не очень хорошо как мне это сделать для настройки сети есть специальная программа под названием над план так вот тут у меня в заметках уже есть парочка команд давайте я беру первую команду судо на на судо напомню да говорит что мы делаем команду от суперпользователя на на это текстовый редактор а вот это это путь к файлу который мы хотим отредактировать то есть в линуксе я про это еще позже буду подробнее говорить до профайловую систему linux просто на отмечу что здесь начинается все вот с такого символа слышно и папки разделяются вот таким так называемым прямым слышим в windows там используются вот эта линия в другую сторону это обратный слэш а в линуксе папки между собой разделяются обратным прямым точнее слышим так вот я хочу в каталоге и т.с. открыть папку над план и в ней открыт файл вот такой 01 над конфиг . ямыл так давайте всю команду скопирую право копировать в чем плюс вот этого пути то что здесь я сразу работает копипаст до копирование вставка для вставки не надо нажимать control и просто нажимаете правой кнопкой мыши и у вас а сразу же здесь и все вставляет так сейчас вот на вставилась наша команда то есть вот это файлы там кстати говоря нету он значит автоматически текстовым редактором на она будет сейчас создан нажимаю enter но опять просит вести пароль так как мы даем команду суда сложу пароль 123 редактор мне создал пустой файл который называется вот так 01 над конфиг ямыл 010 над конфиг это название стандартная для первой конфигурации которую мы делаем руками теперь где взять саму конфигурацию можно конечно и руками убить но у меня тут есть заготовка вот этот файл давайте я его из папки дистрибутивы на рабочий стол вытащу покрою что это такое вот это пример настройки локальной сети вашего linux сервера через утилиту netplan в формате так называемым ямыл вот и это пример настройки для моей сети он у меня просто готовая заготовка есть и так что здесь есть network то есть секция игры что я настраиваю сеть вторая версия этого протокола название моего сетевого интерфейса то что я работаю с айпи его четвертыми то что даже сапа я не использую и самое главное вот он вот это айпи адрес который я себе беру и устанавливаю руками то есть беру я его внутри моей локальной сети моя локальная сеть это 192 168 1.0 я беру себе 50 айпишник при этом конечно мне вначале надо проверить что он у меня собой ребят я не буду сейчас говорить про основу локальных сетей надеюсь что вы уже знаете что такое айпи адрес что такое сеть там маска под сети и так далее то есть эти базовые вещи я уж надеюсь что вы как бы уже и знаете так вот беру себе это свободный ip-адрес сеть к у меня стандартная с маской 24 бита и gtv4 это айпи адрес моего устройства через который я выхожу в интернет в моем случае это ip-адрес моего интернет роутер далее здесь днс сервера мой роутер является также и днс сервером и как правило здесь указывается несколько днс серверов для надежности в качестве 2 днс можно и один кстати указать без проблем в качестве 2 днс сервера я возьму бесплатный гугловский днс вот с такими вот так что я делаю да и пару слов про мл я мл он как питон да то есть это такой специальный формата скриптового языка и у него есть чувствительность к пробелам то есть один пробел два пробела для него это как бы разные вещи так что здесь вот у меня то что видите да вот эти отступы они сделаны уже так как надо что называется так я копирую все это дело давайте еще раз так правый скопировать такова и правой кнопкой мыши сюда все это дело вставляю вот у меня вставилась настройка для первой конфигурации моей сети ручной до сайпи адреса им вот таким .50 нажимая control о чтобы сохранить дальше надо нажать enter чтобы подтвердить что мы хотим сохранить изменения в нашем файле и нажимаем control x чтобы выйти из текстового редактора кроме на на который есть сразу же после установки по умолчанию есть еще другой редактор и бери ой или вим вот но он более сложные мы будем сна на высшем основном работать хорошо эту команду я дал и туда мой конфиг для локальной сети я туда засунул теперь мне нужно применить эту настройку да для этого копируют эту команду sudo netplan apply скопирую вот я вставил и так эта команда опять-таки от имени супер администратора только он может настраивать сеть работаем с утилитой netplan и выбираем команду apply она читает вот этот вот каталог находит там вот эту конфигурацию которую мы создали и применяет ее к нашему linux серверу нажимаем enter и сейчас у меня должно слететь мое подключение потому что мы ip адрес на поменяли а раньше мы по вот таком вот подключались все у меня слетела мое подключение закрываю пути закрыть а вот сама моя виртуальная машина так это заметки давайте накрою откроем и пути сделаю лот и поменяю ip адрес у меня теперь опять из 50 нажимаю сейф нажимаю открыть опять таки акцепт а логин все и снова подключаюсь консоли моего сервера супер все даю команду еще раз и в конфиг и вижу что у меня ip адрес теперь тот который я поставил себе руками сама физически сервер наш виртуальную машину ничего перезагружать не требуется то есть ip адрес что называется применяется сразу на люту без перезагрузки все отлично мы установили наш linux сервер да мы установили внутреннего пару программ на план и в 3 в 3 на будущее до консольный браузер мы подключились через пути через пути мы вставили настройки для сети руками до выбрали ip адрес который будем и всегда дальше использовать и все теперь мы сделали первую минимальную базовую настройку у нас есть ip адрес у нас есть наш установленный linux сервер ubuntu сервер 22 и с ним дальше мы будем соответственно работать давайте я закрою эту штуку вот единственное конечно имейте ввиду что если вы закрываете вашу виртуальную машину то вы ее грубо говоря выключаете поэтому через пути к ней конечно же после этого подключаться нельзя вот эти все материалы 01 над конфиг и так далее я выложу опять-таки в сетевую папку вот эти команды тоже они там все будут у вас можно будет их копировать но в целом либо копировать либо набирать руками смотрите кому как больше нравится далее еще такую вещь покажу если мы хотим выключить наш сервер то там есть команды power of и так далее либо можно прямо отсюда закрыть и вот тут важно при закрытии он предлагает по умолчанию сохранить состояние машины но я рекомендую всегда выбирать выключить машину чтобы она у вас просто полностью как будто бы физически выключалась это надежнее просто все супер мы установили наш первый linux сервер виртуальную машину внутри virtual box идем далее